Новоселов В этот счастливый день поздравили глава Дмитровского района Валерий Гаврилов и глава городского поселения Некрасовский Сергей Колков. Они поблагодарили застройщика и компанию «Гефест Инвест» за качественное жилье. Когда нет неудобств, идешь на работу без настроения, приходишь домой без настроения. И то, что сегодня вот те счастливчики, 9 человек, которые, я думаю, что к Новому году обязательно заселятся, я думаю, что вы почувствуете, реально жизнь-то совершенно другая, когда ты живешь со всеми удобствами, когда живешь в хорошем капитальном доме. Вообще, конечно, сегодня благодарность строителям, вашему главе, потому что поселение тоже участвует в финансировании строительства, это тоже очень много значит. Вашим депутатам они принимают решения для того, чтобы выделить средства. Я хочу особо поблагодарить компанию застройщика, которая «Гефест Инвест», которые смогли это сделать, вложили очень много средств и сил для того, чтобы это свершилось. Особую благодарность выражаю Владимиру Ивановичу, генеральному директору компании застройщика, который, это его идея была, вот в таком виде построить дома, дома очень хорошего качества, чтобы людям здесь, в нем жилось хорошо и уютно. В свою очередь, генеральный директор компании «Гефест Инвест» Дмитрий Вакуленко заверил жителей, что дома построены качественно и добросовестно. Поздравил с новосельем и настоятель Спиридонинского храма, священник Владимир. Затем в торжественной обстановке каждому новоселу были вручены ключи от новых квартир. Сертификаты получили семьи Сверчковых, Герасимовых, Тарасовых, Соколовых, Никоноровых, Костюкевичей, Дятловых, Ёлочкиных. В заключении мероприятия счастливых новоселов поздравили юные жители поселка и Дед Мороз со Снегурочкой. Чтобы было всем уютно, чтобы было всем тепло и всегда лишь процветало ваше новое жилье. Радость новоселов понятна. Многие из них прожили в аварийном и ветхом жилье более 40 лет без горячей воды и канализации с печным отоплением. Например, семья Никоноровых, которая получила благоустроенную двухкомнатную квартиру, 38 лет прожила в старом доме без центрального отопления. Новые квартиры имеют отделку, в них установлены приборы учета, сантехника и электрические плиты. Реализация областной программы расселения из аварийного жилья началась в Некрасовском в 2014 году. Были снесены бараки старого жилого фонда, построен трехэтажный многоквартирный жилой дом. Расселено 24 коммунальных квартиры, переселено 68 человек. Общая сумма двух уровней бюджета для осуществления мероприятий по переселению составит более 130 миллионов рублей.